А вот почему я сегодня вышел, потому что представьте меня, что я Орлов, поскольку, поскольку его нету, и вот я вместо него, вот, но на самом деле, может быть, это и так случилось и правильно, потому что вот я, например, Мишу знаю больше, чем Орлова, потому что мы с Мишей учились практически вместе, мы вместе поступали, но я не поступил, слава Богу, а я поступил на следующий год, а Миша, получается, на курс старше учился, да, И потом, как бы, на протяжении всей жизни мы очень часто встречаемся в разных местах, и по работе встречались не раз, и так далее, и так далее, и Миша, конечно, колоссальный человек тем, что он всю свою жизнь работает на одном месте, таких людей вообще мало у нас в городе, вот, я знаю, Миша же макетчик, в данном случае сейчас я буду говорить о выставке, это потом, да, вот. Извините. Вот, но и то, что он работает в Александринском театре много лет, то, что он всю свою жизнь практически творческую посвятил Александринскому театру, я считаю, что это дорогого стоит. И театр того стоит, и Миша того стоит, я считаю, вот. Я знаю второго человека, который всегда в одном месте работает у нас с макетчиком, это, собственно, Миша Николаев. Вот, и есть еще Миша, и оба, а не Миша. Понимаете, что интересно? Володя, это Андрес Фрейберг говорит, почему в Питере все макетчики Миша? Да, 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 совершенно верно, у нас так принято, потому что, вот. И, но здесь, в данном случае, а Миша сколько тебе лет? Я, кстати, даже не знаю. Ой, юбилей, юбилей, как праздник. 21 декабря был юбилей. Да, сейчас, да. Ух ты, я же говорю, старше меня на целых три года было. Вот, Мишенька, так что мы тебя... Да, но сейчас мы, все-таки, Миша сделал большую выставку, очень объемную, на самом деле, не так просто заполнить все эти залы, нужно иметь очень много работ. И Миша всю свою жизнь работает еще творчески, вот рисует такие картины, хотя, в принципе, вроде как он учился и на технолога, но творчество в нем берет вверх. И Миша, и оно из него идет, идет и выходит вот в эти листы, которые мы видим. Ну, а очень интересная, кстати, техника довольно оригинальная, и просто есть очень хорошие работы, я считаю, и нужно, мне кажется, их чаще выставлять. Вот, поэтому Миша у нас очень разносторонний, и мало того, у него еще характер хороший, его практически все любят, понимаете. То есть нет таких людей, я никогда не слышал, а Миша, чтобы кто-то плохо говорил, он со всеми дружит, и это тоже здорово. Вот, так что, Мишенька, я тебя поздравляю, желаю тебе успехов в дальнейшем, и чтобы счастье было. Самое главное в жизни – это счастье, чтобы оно было. Вот, и поэтому я считаю, что, может, кто-нибудь хочет сказать какие-нибудь хорошие слова про нашего любимого Юлияра? Скурсом сначала. Да, да, да. Вы подарили, спросите. Вы подарили? У вас, как раз вы хотите. Да. Я первое хочу. От Союза театральных деятелей, от Дома актера, от Севсии нашей театральной акционной искуски мы поздравляем вас. Мало того, что у вас такая потрясающая выставка, я это первая в ценах нашего дома, потому что мы вас наблюдали здесь только в коллективных. Выставок итоги сезона сегодня, вот у вас такая первая замечательная выставка, потому что до этого пять лет мы видели вас в фонтанном доме, да? Да. На предыдущей юбилеи. Вот, поэтому давайте чаще, чтобы были ваши выставки, не о юбилеях, а о юбилеях. Вот, и сегодняшнее количество людей, оно как раз говорит о том, что как вас любят. А сегодня это дорогое все. Спасибо. Ну, собственно, кто еще хочет сказать? Я знаю, что есть много выживающих, но просто я не научился. Театральная библиотека? Театральная библиотека, пожалуйста, скажите что-нибудь. Будьте добры. Может, театральная библиотека Миштулюр тоже любит, и он ее любит, и находится рядом. Марина Игорьевна Цаповецкая. Извините, пожалуйста, я не думала, что я была одна из пилот. Но действительно учили в Михаил Михайловича, здесь наш женский коллектив, она уже живет в детстве. Спросили передать ему огромное поздравление с любым прошедшим юбилеем. И с этой замечательной выставкой, которую многие придут еще посмотрят. Дело в том, что я буду говорить о выставке. Я скажу Михаилу Михайловичу, почему бы нам помогал. Мы делали несколько выставок с Александринским театром. Естественно, очень волновались и расстраивались, что у нас ничего не получается. И когда появлялся Михаил Михайловичу, то наступал покой. Он приносил какую-то мелочь. Я помню, что-то отвалилось, и я решила, что все, это конец жизни. Вот он пришел, сказал, что не волнуйтесь, ради бога. Что-то пришел, подумал, прикрепил, и выставка заиграла. И так было не с одной выставкой. Поэтому вот говорили, что он добрый, замечательный человек. Это действительно так. Это всегда очень спокойно, внимательно, заботливо. Мне посчастливилось побывать и в его макет, на котором сказочное. И это большое удовольствие. Я когда-то видела, как Михаил Михайлович монтировал выставку Китаева, и как он волновался, и как он это делал с какой-то любовью, с каким вниманием к самому учителю. Вот за эти уроки мы очень признательны и благодарны за помощь. И желаем удачи во всех его начинаниях. Есть остро, кто-то остро желает. Да, остро. Остро желает вашего. Остро, и хочу сказать, что меня Миша поражает, поражают две стороны. Его личности абсолютно такой коммуникабельный, приветливый, совершенно бесконфликтный человек, с которым всегда приятно общаться и всегда радостно вокруг него. И при этом то, что, скажу по секрету, его друг Саша Дубровин мне рассказал, как появился сюжет, вот, например, вот этой вот картинки. На даче. Да, картинка, где, в общем, рисован летящий к небу человек, она называется просто на даче. И вот этот символичный смысл, который мы видим, взглянув на эту картинку, Миша без всякого пафоса. Это просто случай на даче. Понимаете, когда человек взлетает к небу или, ну, имеет какие-то взаимоотношения с написанием, у Миши это просто, понимаете, просто на даче. И вот эта скромность, ну, какая-то даже, я бы сказала, ну, патологическая, картинковая какая-то уже скромность, мне кажется, что, ну, я не знаю, украшает она Мишу или нет, но больше всего поражает, что при этой вот скромности и такой незаметности... Нет, заметности все же. Красивый молодой человек. Вид, да, вид и нет. Ваши, вид и нет. Вид и нет. Хочу сказать, да, это точно. То, что вокруг него всегда хочется, да, это хочется улицей быть, да, это точно. Но при этом, вот в нем, понимаете, в этих работах есть такая глубина, которую, ну, никак не заподозришь, при первом задоносте слышать. Ну, как художник он очень глубок. Вот понимаете, Данте, ну, как это появилось? Причем обещал разговаривать. Просто вы, как и многие, очень мало знаете Михаила Михайловича. Я хочу сказать об этом же, пожалуйста. Ну, сейчас, да, да, я знаю. Рада его больше 30-ти сколько. Ну, и что? Да, ну, видимо, мало. Ну, вот две стороны личности, они поразительные. Миша, ты крут. Спасибо. Я еще совершенно упустил, что Миша действительно много лет у нас преподает в институте. И много людей научились от него профессии. Вот, поэтому от института я хотел сказать, Даня Алексеевна. Да, хочу. Пожалуйста. Сначала официальное заявление. Факультет сценографии и театральной технологии. Все преподаватели этого факультета поздравляют нашего дорогого и любимого Михаила Михайловича с его прошедшим уже давно юбилеем. Слышите, у вас были очень лучи. Учили букет и такого же цвета. Спасибо, Маталья Алексеевна. Спасибо. Спасибо. Спасибо, спасибо. Ну, вот как уже только что сказал Башевна, значит, Михаил Михайлович совершенно удивительный, интеллигентный, образованнейший, очень любящий студентов, наш преподаватель. Вовсе любит. Сегодня не все студенты пришли, многие хотели. У нас просто тяжелая сессия. И мы все знакомы с очаровательным Михаилом Михайловичем, на которого приятно смотреть. Который, конечно, не в конфликте, но отстаивает свое понимание преподавания, свои идеи. Когда мы не согласны с оценками комиссии, он всегда отстаивает и в пользу студентов. С ним замечательно работать, потому что это действительно приятное общение. И вот мне стыдно, что я никогда не видела какие-то работы. Я видела на отдельных выставках. У меня есть прелестная, подаренная вами, очаровательная, опять-таки, интеллигентная, тонкая работа, спокойная и прелестная по цвету, по всему. И вдруг я прихожу и вижу совершенно другого человека. Я его не знаю. Вот эта интеллигентность и мягкость, и здесь идет совершенно другая энергетика. Совершенно другой стиль. И вот после этой выставки Михаил Михайлович, я буду к вам относиться совершенно по-другому. Потому что эти скрытые, любви, я не знаю, вывесли, вот эти раздираемые чувства, они проявляются только здесь. Никогда в общении этого не было. Никогда. И, знаете, это не первый художник, с которым я столкнулась. Был милый, интеллигентный. И когда я посмотрела, не буду называть фамилии, я поняла, что у него большие комплексы. А здесь комплексов нет. Здесь просто вот замечательное выражение, но совершенно по-другому. Ваша манера вот общаться, она совершенно не подразумевает вот такое проявление ваших чувств и знаний всего того, что вы показали. Мы очень любили говорить с Михаилом Михайловичем об Испании. Он там часто бывал. Я обожаю, во всяком случае, Барселону уж точно. И вдруг я вижу то, что так похоже, вызывает такие чудные чувства. Нет, Михаил Михайлович, вы для меня открыли совершенно по-другому. Это замечательно. Так жалко, что... Ну, я сама виновата, что я не знала вас как такого замечательного художника. Я еще раз поздравляю вас с прошедшим, конечно же, Леем Моксом, с замечательной выставкой. Вы не должны так скрывать свои таланты. Я и поставил, поскольку в Александринский театр же все-таки будешь всегда. Вот. И я знаю, что... Ну, тут пришла однодородная артистка его поздравить, Верния Тимофеевна Кореевна. Прошу ее. Ой! Вот вы сейчас сказали, что вы давно знаете, очень давно, Михаил Михайлович. Но я могу сказать, что, к счастью, что я, наверное, знаю дольше вас, Михаил Михайлович. Потому что у меня лет больше, очевидно, поэтому... Михаил Михайлович, это... Он... Ведь я... Вот сейчас художники выступали все, как я понимаю. Но мы ведь актеры. Нам что надо? Нам надо, чтобы, когда мы вышли на сцену, чтобы все пространство, эта атмосфера, она стала бы нашим, чтобы нам было удобно, чтобы это был мой дом, это моя площадка, чтобы я могла что-то, что-то сказать, если у меня есть что сказать на этой площадке. Михаил Михайлович, я знаю вас уже почти 40 лет, потому что в театре я 60 лет. Я помню спектакль, когда, я не знаю, как сейчас, сейчас, наверное, немножко по-другому, естественно, потому что 21 век, тем не менее как все усовершенствуется, это прекрасно. Но раньше всегда бывало, когда выявился спектакль, был объявлен, то делался макет. Вот я сегодня вижу, вот здесь у нас актеры наши сидят. Мне очень приятно. Поколение, с которым я много лет работала, Лисецкая, Маша, вообще много молодых актеров есть. Мне так приятно, потому что я понимаю, что для актера это очень важно. Важно, где ты будешь. Если можно слово такое сказать, творить. Там плохо или хорошо, это уже второй вариант. Но просто творить. И вот я помню, когда нас всегда приглашали всех актеров, всех, кто занят спектакли, мне вот мои коллеги не дают соврать, приглашали на приемку бутсовета, да, на макет. Я помню, когда, ну, мне, я была счастлива, что меня Бог подарил, что я освещалась во многих спектаклях, когда вы делали макеты, Михаил Михайлович, были художником. Но я хочу сказать, что, что я запомнил очень хорошо, нашел такой спектакль, «Пока бьется сердце». работал замечательный художник, лидер. Это был очень хороший художник, так мне казалось, так в то время я думала, я и сейчас так думаю, я не знаю, если он жив, здоров, дает поэтому здравие еще на много лет. Он был необычный художник, он был очень точный. Я помню, была приемка макета, пришли все, Василий Васильевич Меркурьев, он играл в «Генерала». Ну, все пришли, актеры занятые. Я там была, тоже я потом в спектакле была. И я стою, посмотрели макет, мы стоим, разговариваем, что-то с Василий Васильевич. Подходит лидер и говорит, да, на приемке макета актеры все, Горбачев, все-все-все актеры были заняты. И говорят, а какой у вас, какой у вас замечательный макетчик. А Василий Васильевич Меркурьев сказал, он художник, миленький, он великий художник. Сказал Меркуриев, а этот добавил, вы знаете, но он макетчик, как лучше в России. Вот это я помню, это было. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Михаил Михаил Михаилович, дорогой наш, вы действительно настоящий художник. Вашу выставку, вот то, что там, везде, так мало, она будет 10 дней, мало. Почему дает так мало? Неужели нет? Чтобы побольше была. Я надо очень смотреть внимательно, долго, упорно. Поэтому я вот так... Это каждая работа, ну это же творение его, там вложено сердце, душа, мысль главное. Мысль. А почему я говорю, что мысль? Потому что я еще помню спектакль Сагальчика Иванов. Китаев художник был. И вы делали макет. И опять возвращаюсь к макету. Потому что для актеров, мне кажется, самый главный макет. Посмотреть, понять, что ты там, морошли, что там, как у тебя. И я помню приемку тоже макеты, когда были все замечательные актеры нашего театра. Некоторые, многие из них ушли из жизни. И какой был восторг принятие его макета. Вы сделали какой-то золотой стул, который я сейчас встречаю у нас в спектаке, я не помню. У меня сердце кровью вот так обливается. И вот так как-то таскаю плохо. А когда вы его ставили в макет, когда я говорю, как я буду там, мне бы на сточек какой-нибудь надо, мне стул надо какой-то такой, чтобы я там завертелся такой зеленый, что и беседку бы мне надо. И все это мгновенно возникал, этот стул какой-то золотой. Черновенный. Он сказал, это тяжелый стул, и я таскал его, ищет канделябр, там пять свечек было, шутка. Это было, наверное, килограмм пять, я не знаю. Это было... Но для меня, для меня было такой тяжести, мне было очень легко. И вы знаете, когда... А было легко от того, что я должна была зацепиться, а как... А как это сделать, не знала. отцар, это очень, мне кажется, серьезный, выписанный образ у Чехова. Особенно монолог волновал меня очень. И тут же была приемная Леана это, когда... И мне было легче говорить, закручиваясь в эту Леану, что я оставила все, веру, отца, мать, пошла за тобой, и прочее, прочее. Сразу возникал уже какой-то характер, вмечался. И с какой любовью вы все это делали? Все, каждому. И как вы, как все, относились к нам? Боже мой! Михаил Михайлович, я долго говорю, потому что о вас можно говорить бесконечно. Многие годы у нас с вами много воспоминаний прекрасных совершенно. Память, это дело серьезное, она очень францильная и очень вечная, можно сказать. У кого ее нет, это плохо. Но в этом случае я еще каждый раз, когда я я люблю Александровский театр, и мы все любим его, вот у тебя мои коллеги, я тоже знаю, что они любят театр. Но их театр, это же святое. Я очень часто захожу посмотреть почему-то макет, который стоит у нас. Как это называется помещение? Когда входишь в Александрский театр, в кассу, и там вот около кассы стоит макет. Раньше это был маленький макет, какой-то такой. Не маленький, но меньше, чем сегодняшний, да? Правильно, наверное, я помню. Я приходила, и думала, Боже мой, как прекрасно, какой-то вот театр, какой-то божественный. Просто божественный, а он действительно божественный, что говорить. И вы можете представить, и вот у самой кассы стоит макет небольшой, выполненный Ваня Михаил Михайлович, но нет фамилии. Я даже спросила, а кто делал этот макет? Ну, там не написано, мне никто не мог ответить. Это раз, это плохо, мне кажется, очень плохо. А сейчас по-другому. Вижу, другой макет стоит. Замечательный макет, большой, выполненный весь театр, большего размера, да, Михаил Михайлович? И там сидит Пушкин в третьем ряду. Я чуть не заплакала. Михаил Михайлович, это потрясающе. Мне так хотелось присесть с ним, присесть, потому что он не разрешил насесть, а присесть рядышком. Благодарю вас, мне кажется. Мы вам, актеры, очень благодарны. На вашу спасибо. Салам. Спасибо, дорогие, что вы, на реактиве, только вам близко по-прежнему. И пожелаю вам всех благ, много и лучшего. Господи, даю вам благ, чтобы стенились типа этой лестницы раскаленной вверх, но к небу. Спасибо. Надежда Петровна. Надежда Петровна. Скажете? Нет, я. Ну, тогда нужно еще кто-нибудь что-нибудь сказал бы, а? Кто хочет? Вот. Вот. Наташа. Людмила. Мне просто стремилось 33-х тому назад встретиться в Макетной с Китаем, еще и Платоновым. И просто они изменили мою жизнь настолько, сделав и меня художником. и я очень благодарна Мише за это. И работы эти, как они шли и как начиналось это, я видела почти 20 лет тому назад. Сейчас многим удивительно, да, вот, как бы хороший человек и хороший художник, как это будет реткать? Бывает, вот знаете, редко, но бывает, и мы прямо от этого очень удивлены. но это вот, знаете, как, кому, где служишь? Служу искусству, искусству, охраняя искусство в себе. Миша удивительный в этом смысле человек, потому что сначала он придумал сложную технику, потом он долго просто какие-то вещи делал, потом иногда он говорил, ну, посмотри, как это? Я говорю, лихо, как это? не скажу. И что за техника? Я узнала, вот вы когда-то так что-то. Он попросил туроведу, и я только узнала, и 25 с лишним лет это он изобретал, делал. И потрясает сегодня, когда это все-таки, когда смотришь в помещении, это одно, когда ты смотришь так, совершенно другой, масштаб личности встает другой. И, конечно, потрясающая спальня. И даже то, что в одно кусочек, знаете, какой вкус она, и как уметь цвет в себе копить, и только раз, вот так вот, одна там елочка, что это, зеленое пятнышко. Как это все держит композицию жалоба, садите, как это лихарь. Миш, спасибо тебе. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Сейчас, может, кто-нибудь еще хочет сказать, что вы будете. Вот столько на его посетительного времени, то есть, что будет приятно. Простите. Спасибо. Вот. Я, Лакшин Владимир Анатольевич, в этом движении всеобщей любви к Михаилу Михайловичу я, безусловно, ветеран. Мы дружим 55 лет, познакомились в третьем классе. Вот. И должен вам сказать, что, знаете, в десятилетнем мальчике уже все это было заложено. Чувствовалось. Следующие 55 лет это была просто реализация. Конечно, требующая труда. Но в третьем классе мы вместе ходили в Дом пионеров. Начало. Вот. Ну вот, видите, один стал художником, другой нет. Я хочу представить, это Володя, мой одноклассник, доктор исторических наук, известный археолог, большой специалист, один из самых художников. идет. По Твери. Еще добавок, директор Института истории материальной культуры Академии. Да. художником не стал. Хотя это археологу очень нужно рисовать слухом. И мы занимаемся. Спасибо. Я думаю, что Мишель еще много-много лет будет нас радовать. Будет стараться. Здоровье тебе, а остальное у тебя все есть. Да, да. Спасибо. Я хочу сказать, знаешь, что, так, это что? Я могу относительно вопрос, что такое Дарфи, откуда он взялся вообще, да, вот так вот, откуда, что это? откуда, вот правда. Интересный вопрос, верно? Да. А вот я тебе скажу, значит, это было много лет назад, нам было тогда с Володей лет так по 13, наверное, и мы жили все на Фонтанке, значит, и, естественно, ходили и во дворец тоже, помнишь, к этому самому? К Вере там. Да, все же к нему ходили, совершенно верно. К Соломон, да, работать, да, да, да. Ну, это был самый известный, гениальный совершенно педагог, именно воспитатель художников, хоть я так считаю, наверное, так было. Вот, это говорит Федерин. И там была очень, там была такая небольшая дворцовая библиотека. Это вот там такие дубовые такие панели, скрипучие такие полы, эти дубовые стеллажи, антресоли, скрипучие лестницы, ведущие наверх, эти застекленные антресоли, зеленые какие-нибудь драпировки, такая классическая, ребяти. И вот там я перечитал все сказки и прочее, прочее, прочее. И однажды, значит, я из полки выделил книгу, назывался она «Божественный коридорчик». Что такое, не знаю. Открываю, вот там, значит, дарем, значит, портрет с одной стороны, с другой стороны, там написаны девины комедии, итальянские, там, римские буквы, и когда я открыл, а там через страницу этот самый, вот, дарем, я сразу перележал к Володе, помнишь? Мы открыли эту книгу, вот эта смена, с какими-то кольцами, мы все это переснимали, а мне до сих пор, мы были просто потрясены, помнишь, Володя, удивительная, удивительная. Вот с этого и началось, понятно, знакомство. Ну, естественно, я прочитал, не все понимал, но как-то вся жизнь, и потом, когда-то, уже не так давно, я прочитал, у Борхеса есть данный, с этого, так вот, он пишет там, что, если вы сумеете прочитать данный, ну, так, не дословно, с детской доверчивостью, то он не оставит вас на протяжении всей вашей жизни. Вот такие вот слова. С вами произошло. Да. Кто-нибудь еще хочет сказать или нет? Потому что, если никто не... А, еще раз. В этом движении всеобщей любви мы в самом хвостике, потому что мы студенты театральной академии, ну, мы восхищаемся этим человеком, мы покоряемся его таланту, и сегодня, да, то, что мы увидели, это, конечно, нас очень впечатлило. Этот Михаил Михайлович умеет заразить своим своим диплом, своим желанием что-то творить. когда я поступал в театральную академию, ну, не знаю, мне какая-то тяга к этому человеку проявилась, потому что я почувствовал, что я у него много могу научиться. Очень приятно, что чему-то я действительно у него черпнул, у меня тоже руки, чё, что-то всего того, что вы творите, делаете. Спасибо вам большое. Все наши студенты, вот мы вот все вот поаплодируем, да, это очень важно. Спасибо вам. Спасибо вам. Вот ещё кто-нибудь хочет сказать, ещё кто-нибудь в конце-то концов. Миша, всё хватит. Ну, раз всё хватит, тогда, значит, скажет Миша. Заключительное слово, так скажет. Ну, так, чуть-чуть. Я бы хотел сказать вот что. Милов 40 лет мы вместе поработали с Патфолочем Китаем, которого, к сожалению, да, нет, да, он нездоров, но я хочу сказать, что он это мой учитель. Вот. И столько лет мы вместе, столько даже не живут. И мы как-то вот, да, и он меня много научил, во всяком случае, внутренним каким-то вещам он меня научил однозначно. Какое-то внутреннее дисциплине, понимание какого-то материала, понимание того, что совершенно неправильно буквально следовать тому или иного материала, что надо как-то подниматься, да, идти браллением каким-то путём. Ну, атмосфера и дух должны быть непременно всегда. Вот такие вещи. Потом, конечно, его вот такая детская, детская, как бы, ну, как это сказать, я всегда удивлялся, что в прошедшем человеку сумел сохранить себе детское отношение к жизни, такое вот детское непосредственное, если можно так сказать, но у него это есть, у него это есть, конечно, да, вот. Я пытался тоже как-то это вот, вот, и, естественно, это не могло никак не отложиться на каких-то моих, не знаю, впечатлениях, каких-то соображениях. А что сказать, вот, мне кажется, вот, да, откуда, вот мне спрашивают, откуда это вот всё идёт, вот эта вот такая вот классичность, что ли, тоже вот Володя не даст соврать. Первое место, моё место работы, это государственный ремитаж. Тогда ещё был Борис Борисович Петровский, директором, а потом Володя пошёл тоже и тоже отработал. Я тогда работал в этом поделении перемещения как-то в театральном музее, чем с фанатов там каких-то завещаний. Ну вот, это тоже... А вы с вами не ездили в экспедиции, нет? А? Вы в экспедиции не ездили? Нет, 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 нет. Там тоже нужны художники. Ну вот, Володя и занимался, ну, что там, все эти черепочки там, это же страшное дело при этом всё это нарисовать, а там каждый это... Да, ну что там, я хотел сказать, да, а, относительно. Так вот, мне кажется, что искусство, это вот умение сочувствовать, сопереживать, соучаствовать. Вот это самое главное. И любовь, конечно, и любовь, конечно, ко всему. Любовь к семье, там, я не знаю, к природе, к друзьям. Вот это самое главное, по-моему, составляющая часть искусства. Если его нет, если её нет, лучше этим не заниматься, мне так кажется. Может, я и не прав. Вот. Ну, так что мне очень приятно, что так много коллег, друзей. Нас все любят. Спасибо вам большое. Да, у меня уже лопаточки что-то это самое. Почёс. Как это, в готовности контакте говорили, неужели я уже умер? Спасибо. Вот это, пожалуйста, хотел сказать. Если есть какие-то вопросы, я с удовольствием задаю. Спасибо. Спасибо. Пожарно, и всё. Можно, наверное, ещё прогуляться, посмотреть. Да. Пожарно, и всё.